И вновь зима В декабре у нас превысила норму на 3-4 градуса, а в январе даже на 10-12 градусов. И 17 января 2020 года у нас максимальная температура днем составила плюс 2,2 градуса, что как раз-таки перекрыло наши многолетние значения. Виной всему циклона, пришедшая к нам с севера Атлантического океана. Теплые воздушные массы накрыли территорию Европы и Западной Азии, а обычно противостоящий им восточно-сибирский антициклон не успел сформироваться вовремя. В результате большая часть России этой зимой не видела ни мороза, ни солнца, ни снега. Метели ночные заморские в Ульяновске – это скорее исключение из правил, поскольку и февраль, судя по прогнозам федеральных синоптиков, будет теплее, чем обычно. Очень сильно влияет такая погода на здоровье человека, в первую очередь. Это люди, которые имеют хронические заболевания. Также при такой погоде возможно развитие различных вирусов, заболеваний, которые переносятся воздушно-капельным путем. Опасности, которые экстремально теплая зима несет для здоровья человека – не единственные негативные последствия погодной аномалии. Уже в нескольких регионах России было отмечено раннее весеннее пробуждение природы. Посреди зимы животные выходят из спячки, распускаются первые подснежники, в рост идут озимые. Опасность в том, что их жизненных запасов до наступления настоящей весны может не хватить. К счастью, для Ульяновской области эта проблема не актуальна. За счет того, что они в осень ушли в очень здоровом, хорошем состоянии, сахара были накоплены возле кущения, поэтому я думаю, что наши озимые тратили те запасы, которые они заложили с осени. Сейчас нам погода помогла. Снег выпал, их укрыл, и поэтому нам будет гораздо легче прогнозировать, каково состояние урожая в этом году будет на момент сбора. Выпавший снег также решил проблемы и другого порядка. Теперь оказались не опасности комары и другие насекомые, важные для биологической пищевой цепочки. Их исчезновение могло привести к печальным результатам. Низкий минус или невысокий плюс у нас был в области, поэтому я думаю, что перезимуют они все хорошо. Что касается уже более крупных животных, я считаю, что в целом благоприятная зима сказывается наоборот благоприятно на этих животных, потому что зимой большую часть энергии животные тратят на поиск, пропитание, на защиту от холода, на передвижение по высокому снегу. В этом году, например, у нас снега не так много, как обычно, поэтому животным проще. Согласно прогнозам синоптиков, самый сложный период экстремальной теплой зимы остался позади. Выпавший снег растает только в апреле, а температурный режим, хоть и будет отличаться от привычного на пару градусов, критической отметки не пересечет. Юлия Шигунова, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ.